Этот богатый человек, этот несчастный человек, этот Богом любимый человек, который сам искалечил свою душу, всю жизнь, стремясь к деньгам, возопил отцу Аврааму, сказав, «Отче Аврааме, люте стражду во пламени всем». То есть очень больно, очень плохо, очень мучаюсь в этом огне. «Пошли Авраама, пошли отче Аврааме, пошли Лазаря, пусть омочит перст, палец в воде и устудит язык мой». Палец омочит в воде и положит мне в рот, вот так, чтобы хоть немножко влага попало, хоть с пальца, даже воды не надо, просто палец, мокрый палец, пусть положит мне в рот. «Люте стражду во пламени всем». И тогда отец Авраам сказал, что «между нами и вами пропасть великая есть, так что от нас к вам не переходит, и от вас к нам не переходит». Огромная пропасть, два разных мира, рай и ад, два разных состояния души человеческой, та, которая спасается, та, которая воцерковленная православная христианка, и которая «Бог в душе, Бог в душе, брынди-брынди балалайка, батюшка, идите похороните». Кто умер? Православная христианка такая-то. А как зовут ее? Батюшка первый раз в жизни узнает, как звали этого человека, этого православного христианина. Всю жизнь этот православный христианин жил вот тут, вот на соседней улице, на похоронах, в священнии пузыне. А как же звали этого? Даже он в глаза никогда не видел. Это не город Москва, это не Нью-Йорк, это маленькое-малюсенькое село, вот такое, где полторы тысячи населения. Батюшка в глаза никогда не видел этого православного христианина. Идите, хороните. Идите, пойте со святыми у покой этого человека. Идите, прочитайте, батюшка, молитву разрешительную, где говорится «свидетельствую перед Богом и людьми, что этот человек раскаялся». Я даже имени его не знаю. А я должен свидетельствовать на похоронах, что он раскаялся. Кто такой? Батюшка смотрит на крест и имя читает все время. Как зовут этого православного христианина, который жил на православной, на соседней улице, и никогда в храм даже не зашел. Не говорится об исповеди и причастии, уже вообще ничего. Даже не появился в храме никогда. Во как православные христиане, какие у нас. А кому-то нужны такие похороны? Он что? Он куда пошел? Понятно, куда? И, конечно, трагедия. Конечно, вопль и слезы, и плач. Потому что человек навсегда идет в ад. Ничего для спасения души своей не сделав. Всю жизнь. А потом? А некогда? Бог в душе. Субтитры создавал DimaTorzok